Всем добрый вечер. Как меня видно, как слышно? Пожалуйста, поставьте плюсики. Таня, спасибо большое. Что-то я это... непонятно с какой прической. Всем добрый вечер. Меня зовут Пономарева Оля. Я директор компании Арифлей. И сегодня расскажу вам такую тему, как личный бренд. Это моя практика. Эту тему я рассказывала, может быть, уже месяцев 5 назад. Сегодня повторим. Все уже, наверное, слышали мою историю, поэтому останавливаться на этом не буду. Все. Сразу же перейду к делу. Что делать, чтобы стать успешным бизнес-партнером? В первую очередь, ребята, это обучаться. Без обучения, без этого навыка полюбить и обучаться у вас не будет результата. Второе – это вести социальные сети, потому что сейчас уже тоже, наверное, все знаете такую фразу. Если у вас... если вас нет в интернете, значит, вы не ведете бизнес. Поэтому обязательно в социальных сетях развивать свой личный бренд, вести... Ну, личный бренд можно в трех-четырех социальных сетях. Это Одноклассники, это Контакт, это Инстаграм, это Фейсбук. То есть такие четыре сети. Третье – это личный товарооборот. Тоже нужно научиться организации LTO от 150 баллов и выше. Да, это в ваших интересах, чтобы перейти в статус партнера. Если вы не организуете личный товарооборот 150 баллов, значит, вы просто лояльный потребитель продукта. И следующее – это рекрутирование. Это приглашение людей в команду на бизнес, на наши классные крутые возможности. И, конечно же, на наш уникальный крутой продукт. Две категории – это Wellness и Novage, на которые нужно приглашать, которыми нужно гордиться. И, конечно же, тоже в этой категории нужно становиться профессионалами. Чтобы стать профессионалами, нужно все эти линейки попробовать на себе. Что Novage, что Wellness, да, получить результат. Чтобы от души, с любовью, с благодарностью рекомендовать этот продукт и рассказывать. Ну, смотри, ну, я ведь своим детям не буду какую-то ерунду давать, да. Вот Омега – классный, качественный продукт, пятиступенчатая очистка. И пошло, пошло, пошло. Такая презентация уже вот прям вот так льется. Вот поэтому это основные такие категории успешности в нашем бизнесе. Да, это обучаться, вести социальные сети, организовывать личный товарооборот. Вот и полюбить рекрутирование, приглашать каждый день в системе и ни за кого не решать. Личный бренд – это узнаваемое, всем известное имя человека, который сделал себя сам, да. Когда мы были на Синоджи Глобал, Шварценеггер сказал, что я не сделал себя сам, да. Со мной, говорит, работала большая, огромная команда по жизни. Но прежде всего, что подразумевается под этим «сделал себя сам». В первую очередь вы договорились с самим собой внутри, да, что и как, да, каким целям вы стремитесь. И это уже дает вам мощный толчок идти только вперед и делать то, что вы задумали. Для того, чтобы стать брендом, человеку для начала надо стать профессионалом в своей, в своей... Что-то у меня здесь картинка залетела. Ребята, картинка у меня тут наплыла, я не вижу. В общем, нужно становиться профессионалом в какой-то своей вот сфере, в которой у вас получается. Если вы мамочка в декрете и разбираетесь, там, как там воспитывать ребенка, да, или там, как кормить правильно и так далее, да. Ну, то есть вот в чем-то становиться экспертом, да, показывать свою экспертность. Таблица постов. Так, что-то мне кажется, что у меня куда-то вообще все слайды непонятно слетели куда. Потому что это, по-моему, у меня этот слайд должен быть... Ой, как еще далеко. Ну, ладно. Чтобы писать посты, нужно, чтобы у вас был контент-план. Да, желательно на неделю. Это понедельник, что мы пишем, что мы во вторник. Что мы во вторник пишем. Ага, Настя, спасибо, что-то я это... Картинка меня тут смутила моя, и это у меня сразу мысля из головы куда-то ускочило. Ваш личный бренд – это вы. С чего начать? Самое первое – это оформление своего профиля, да, в вашей социальной сети, в которой вы развиваетесь. Следующее – это заполненный профиль информации, как можно больше о себе. Публикуемый контент продуман, составлен, да, то есть, чтобы у вас все соответствовало, там, фото, видео, текст, да, чтобы это все было гармонично. Хэштеги, геолокация, да, чтобы все было у вас, все-все-все было в посте. Ежедневные посты, они раз в неделю или в месяц, да, вас так просто люди забудут и кажут, кто это такая, ой, я что-то не помню, и так далее, и так далее. Таким образом, когда у вас есть система каждодневных постов, люди про вас помнят, люди таким образом просаливаются, люди берут себе на заметку, люди сейчас стали выбирать наставников, они смотрят, у кого получается, они смотрят на личность, они прежде всего смотрят на человека, и потом они уже с каким-то определенным постом принимают решение и пишут. Все, хочу к тебе в команду, давай регистрируй меня, как бы, ну, человек уже подготовленный, просоленный вашей информацией, вашими постами, он просто придет на вас, как на личность. Поэтому очень важно развивать личный бренд, становиться самой лучшей версией себя, да, в первую очередь. Вы в себе это все развиваете, не кому-то там что-то доказываете, да, а вы в первую очередь из себя делаете самого такого уникального человека, который лучше вас самих. Контент – один из важных факторов продвижения личного бренда. На странице не должно быть скучно, если скучно, то не будет роста аудитории и заинтересованных людей. Но то, чем вы занимаетесь, лояльность аудитории, да, то есть чтобы, ну, не с таким, чтобы вас не штыки воспринимали и сразу там от вас отписывались, вас с друзей удаляли или там, не знаю, там какие-то зловредные комментарии писали, да, и так далее, и так далее, да, то есть чтобы ваша аудитория относилась к этому ко всему лояльно, да, чтобы вы не были такими надоедливыми. Таблица постов. Чтобы писать, чтобы у вас был каждодневный пост, нужен контент-план, нужно знать, про что писать, когда писать, да, и чтобы у вас не было такой повторяемости, да, вот, например, понедельник, цитата о времени, следующий пост, там, мотивация на действие, статья автора, реклама, да, то есть, ну, какой-то там, не знаю, продающий пост. Ну, вот, в общем, чтобы у вас все было, так сказать, прибрано на страничке, да, и все шло там не 10 постов про продукты, не 10 продающих постов, да, чтобы у вас там был там про личную жизнь, да, там, про семью, про бизнес, там, про ваши хобби, там, еще что-то какая-то там, полезная информация, да, чтобы у вас, чтобы у вас было интересно читать. Вот, поэтому нужно свой контент-план на неделю продумывать, да, может, где-то в тетрадке его прописывать, кто-то любит там таблички электронные, да, там все заполнять, но не писать так, ага, ладно, сейчас я вот это напишу, вот это напишу, да, то есть, нужно это все продумывать. Продающие посты. Что это такое? Ну, например, это демонстрация товара или услуги, сравнение, примеры с пользования, пользовательский контент, акции, отзывы, эксклюзивные предложения, фото с клиентами, за кулисей команды, до и после, да, то есть, это продающий пост. Призык прям в действию. Развлекающие посты. Это конкурсы, розыгрыши, поздравления, неожиданные способы использования продукта, атмосферные фото, вдохновление, да, то есть, не забывайте, что люди заходят в социальные сети, чтобы развлечься, да, чтобы почитать, чтобы отдохнуть, и развлекательный пост, это самое, так сказать, для обычного человека, не для сетевика, а занимательное занятие. Информационные посты. Это обзоры, ответы на вопросы, мнения экспертов, технические характеристики, опросники, да, анонсы, в общем, ну, вот, какую-то даете информацию. Обязательно приведите свои социальные сети в порядок. Аватарка, статус, заполненная информация, каждодневные интересные истории, закрепленная запись, да, чтобы когда человек попадает на вашу страничку, у вас ведь не каждый день продающий пост, а тут у вас уже есть закрепленное сообщение, где вы себя продаете, где рассказываете, что вы предлагаете, и человек уже заходит и видит сразу этот пост. Также точно в Инстаграме, да, можно все заполнить, и чтобы было на вас приятно смотреть. Важно найти свои фишки, что будет вас отличать от других. Притягивать аудиторию, не прекращать развиваться, быть честным и открытым, быть собой, завоевать доверие. Личному бренду нужно постоянно соответствовать, анализировать, что вы выкладываете со стороны. Я думаю, здесь все понятно. За нами, с вами, за всеми наблюдают. Я уже за два с половиной года в этом убедилась, потому что личный бренд работает, люди пишут в личку, люди пишут, что, ой, Оля, мы там за тобой долго смотрели, вот решили написать и так далее, и так далее. Поэтому, знаете, что люди наблюдают, поэтому не забывайте про каждодневный постинг, про каждодневные снятые истории. Когда вы начинаете развивать личный бренд, за вами начинают наблюдать друзья и знакомые. На вас будут подписываться, добавляться в друзья. Рано или поздно они не выдержат, попросятся к вам в команду. Это 100%. Это мной подтверждено. Будьте интересны не только снаружи, но и внутри. Оставляйте послевкусие, чтобы за вами хотелось наблюдать, чтобы к вам на страничку захотелось возвращаться и возвращаться. На фото в закрепленной записи у нас стоит 342 лайка. И лайков вроде бы как бы мало, да, но просмотров 25 тысяч. То есть, представляете, лайков всего 300, а просмотров 25 тысяч. Представляете, сколько это людей смотрит и наблюдает. И все эти люди, они могут возвращаться через какое-то определенное время. И они могут написать и прийти в команду. Поэтому вот прям полюбите развитие личного бренда. Относитесь к этому с ответственностью. И понимайте, что, ну, если вы уже написали, то, значит, нужно нести ответственность за написанное, что у вас есть на страничке. Рекомендуйте продукт. Достаточно одного раза в каталог. Я, ну, где-то, наверное, полгода даже больше старалась про продукцию ничего не рассказывать, да, ну, как-то вот такое вот. Ну, как-то где-то, может, в историях, в постах нативно, да, как-то я это... Ну, сейчас я поняла, что все равно человек идет на человека. И если человеку я буду интересна, и что там у меня, хоть рефлейм, хоть что, да, он ко мне придет. И поэтому здесь фото. Я вчера выложила парфюмерную воду магнетиста. И мне сразу же девчонки начали писать плечку. Оля, здравствуйте, можно про новый аромат узнать там. Ну, в общем, начали задавать вопросы, да, пишут, что вот как к эксперту мы к вам обращаемся, расскажите, подскажите, вот. И не надо писать о каждом продукте, не надо писать каждый день про продукт, да, нужно это делать раз хотя бы в каталог и делать это с таким вот удовольствием, да, и как-то вот преподносить это все, что вам продукт понравился, что вы получили результат, что чем-то он вас прям вот так вот зацепил, что вам хочется со своей аудиторией поделиться, порекомендовать. Я прямо написала, что я просто не могу про такую акцию молчать, я хочу со всеми поделиться, кому интересно, пишите, расскажу. Ну, то есть, ну, вот что-то вот еще такое, да, призыв к действию, чтобы, ну, люди писали и обращали внимание на этот пост. Я тоже недавно писала про Омегу, тоже были входящие, ну, что, расскажите там. А, нет, я делала опросник, я сделала опросник и спросила, кто уже принимает Омегу, кто не знает про этот продукт, да, кто не пьет Омегу, и вот кто там нажал, нет. Я потом этих людей, ну, с ними проводила опрос, общалась с ними, писала, и одна девочка зарегистрировалась на Омегу, и несколько человек еще думают, поэтому обязательно пишите, рассказывайте и делитесь. Честно, вот, боялась раньше про продукт писать, сейчас понимаю, что это нужно делать, потому что у нас очень крутая компания, хочется всем показать и рассказать, что с помощью продуктов мы просто становимся моложе, красивее, и чтобы показывать, что Арифлейм – это, ну, не то, что они думают, а то, что знаю я. Вот, и люди идут на человека, да, я уже в течение всего вебинара пытаюсь до вас это донести. Будьте привлекательны, харизматичны к человекам. В каждом человеке есть своя харизма. Кто-то может быть стеснительный, кто-то может быть слишком такой юморной, кто-то… Ну, вот, у каждого человека своя харизма, да, и вы этой своей харизмой, своей привлекательностью будете привлекать свою аудиторию, которая придет на вас. Нужно сделать так, чтобы вас искали в социальных сетях, и желательно, чтобы все аватарки, которые у вас на социальных сетях, они были одинаковые, да, чтобы, когда, например, человек в Инстаграме вас увидел, и потом где-то вас увидел в ВКонтакте, да, и чтобы он вас узнал, надо, чтобы была одна фотка. Развитие личного бренда, как я, как интересная, идейно-инициативная личность, как человек, а не только информация о работе. Поэтому обязательно показывайте команду, показывайте ваши успехи, показывайте все, рассказывайте, и показывайте, что вы не одна такая, да, вас много, у вас огромная уже большая команда, если вы еще только пришли, если вы еще только новичок, вы уже в проекте «Парус», у нас очень много, очень большая команда. И нужно показывать, рассказывать и делиться именно, если у вас пока своей команды большой нет, показывать, что вот команда проектов «Парус», эту команду знает по всей России, то есть уже гордиться и рассказывать. Если вы взаимодействуете со своей целевой аудиторией, то каждая новая информация будет вызывать все больше доверия к вам. Они будут готовы пойти за вами в любой бизнес, потому что предлагаете его именно вы. И как только они созреют и примут решение о регистрации, они сами выйдут на связь, понимаете? Мы пишем с вами не только исходящий поток, что приглашаю, приглашаю, у меня есть там деловое предложение, там тра-та-та-та-та, да, то есть развитие личного бренда – это тоже рекрутирование. Пусть личный бренд, он работает не сразу, да, тут нужно вложить время, вложить свою любовь в это все дело, так сказать, выработать системность в своих действиях, и обязательно будет результат. Вот, поэтому когда исходящий и входящий поток, это, конечно же, уже куда приятнее, да, и появляется уверенность, и хочется еще делать больше, показывать больше, добиваться результата, и, в общем, вот, будьте интересными, и через свои посты показывайте своей целевой аудитории, своим подписчикам, своим друзьям, какие вы есть. Пример холодных контактов, кому интересно узнать информацию. Ну, я тут не буду это ничего зачитывать, да, то есть у меня есть входящие сообщения, мне люди пишут, интересуются. Вчера было входящее сообщение. Когда про Reflame вообще не пишу, исходящие, входящие вообще каждый день бывают. Но когда есть про продукт, люди все равно, ну, кто-то пишет, кто-то не пишет, да, поэтому тут уже решать вам. Я хочу писать про продукт, поэтому я буду это делать, и, значит, через 4-5 постов опять будет входящий трафик, люди писать, они будут заинтересоваться, что же за бизнес-проект. Вот еще входящие. В общем, личный бренд работает, если работает. Так, а что у меня, это последний слайд? А, вот. Не жалейте время на развитие личного бренда. Я опять что-то у меня тут слайд какими-то крестами, ничего не понимаю. Личный бренд – это когда тебя рекомендуют люди, которые никогда не были твоим коллегантом. Ребята, у меня все. Всем большое спасибо, кто сегодня был на вебинаре в эту пятницу. Если была полезна, я очень-очень рада. Может быть, есть какие-то вопросы, пишите. Если нет, то я отключаюсь. Пойду дальше рекрутировать и закрывать каталог. Всем желаю новых уровней, всем желаю закрыться с приростами. И всем тогда пока-пока. Продолжение следует...